В Чердоклинском районе практически завершён ремонт в детской и взрослой поликлиниках. На это было выделено более 26 миллионов рублей. В учреждениях здравоохранения осталось обновить мебель. В стационаре к осени планируют заменить лифтовое оборудование, а прилегающую к больнице территорию, где установлена детская игровая площадка, благоустроить. Это у нас педиатры, да, наверное? Она и педиатры, и оптальмолог. И неонатолог. Понятно. Сказали, около 100 семей детишек было, да? Ну да. Медосмотр, диспансеризация. За справками идут? Ну не только за справками. Для отдыха. Но что получается? Медосмотр-то в чём заключается? Слушаете давление межики, да? Анализы, кардиограммы, специалисты. Всё в соответствии с Судом 14-м приказом. Глава региона прошёлся по всем кабинетам, побеседовал со всеми узкими специалистами поликлиники. Диспансерное наблюдение, да, у нас сейчас открыт кабинет ФСН. Ведём диспансерное наблюдение, осуществляем выписку лекарственных препаратов, в том числе дорогостоящих, эффективных. Как сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Юрий Келлин, в этом году в Чердоклинском районе завершится строительство новых ФАПов в селе Абдулова и посёлке Пятисотиной. На их обновление направлено порядка 18 миллионов рублей. Ирина Антонова, Уллправда ТВ.